здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодняшнее мое блюдо из американской кухни будем готовить американские панкейки какие ингредиенты нам нужны мука разрыхлитель ванилин молоко растопленное сливочное масло сахар сок лимона и цедра лимона и конечно же нам нужны яйца я заранее отделила желтки от белков все ингредиенты должны быть комнатной температуры масло должно быть именно растопленное а не размягченное сливочное масло сначала растираем желтки сюда добавляем растопленное сливочное масло хорошенько перемешиваем сюда вливаем молоко молоко тоже комнатной температуры заранее достаньте из холодильника это пока ставим в сторону соединяем муку с разрыхлителем и добавляем ванилин если у вас ванильный экстракт то добавляйте к жидким ингредиентам перемешиваем хорошо и муку частями добавляем вечно молочную смесь обязательно просеиваем перемешиваем у нас должна получиться масса без комочков опять перемешиваем у меня получилась вот такая гладкая однородная масса без комочков эту массу пока оставим в сторону сначала пару минут на средних оборотах миксера взобьем белки без сахара вот такая пышная белковая пена получается с этого момента начинаем вводить сахар частями вот такое безе у нас получается теперь добавляем лимонный сок вместе с цедрой после этого взбиваем на средних оборотах миксера около двух минут вот такие пышные глянцевые взбитые белки у нас получились миксер нам больше не нужен взбитые белки частями добавляем к молочной мучной массе и перемешиваем аккуратно снизу вверх у нас должно получиться пышное тесто напоминающее бисквитное тесто добавляем очередную порцию добавляем последнюю порцию взбитых белков у нас получилось вот такое пышное почти как бисквитное тесто печем панкейки на хорошо разогретой сковородке но на медленном огне у меня вот так вот такие панкейки у нас получается они получаются румяными с двух сторон я забыла сказать что тесто для панкейков ждать не любит как только вы его приготовили сразу можете жарить как только тесто с боков начинает схватываться это значит что нужно переворачивать панкейки при этом он сверху еще жидкий мои панкейки уже готовы из такого количества теста у меня получилось 11 панкейков диаметром 13 сантиметров то есть они достаточно большие панкейки можно подать с вареньем с кленовым сиропом с медом то есть по вашему вкусу мои любят есть со сгущенкой я хочу показать как получился панкейк внутри вот такие пышные мягкие панкейки у меня получились мы уже попробовали они очень вкусные напоминают вкус бисквита таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч